Турецкий язык. Урок номер восемь. Неопределённый артикль. Бир. В турецком языке числительная бир используется в роли неопределённого артикля. Также его можно использовать в качестве слов некий, какой-то, какой-нибудь, кое-что. Например, бу бир калем. Это ручка. Когда мы говорим о предмете в первый раз, мы используем неопределённый артикль. Это обозначает не эта одна ручка, а просто эта ручка. Масада бир табак ваш. На столе есть тарелка. Мы говорим, что на столе есть неопределённая тарелка. То есть предмет, который есть тарелка, но какая именно мы не указываем на эту тарелку, поэтому мы используем здесь неопределённый артикль. Дальше. Сегодня пришёл, приходил какой-то мужчина. Мы не знаем, кто был мужчиной, который приходил, и поэтому здесь используем неопределённый артикль. Подай мне пакет. Но подразумевается какой-нибудь. То есть не говорим точно на какой пакет, а просто подай мне пакет. Некая девушка с нашего класса спрашивала о тебе. То есть интригуем так человека. Говорим, что девушка, не говорим, не указываем точно, какая девушка, какая-то, некая. Сможем ли мы здесь найти какой-нибудь отель? То есть мы приехали в какой-нибудь город, не знаем точно, какой есть отель, но просто хотим узнать, есть ли здесь вообще какой-нибудь отель. И тогда мы используем, опять же, неопределённый артикль бирж. И получается, В некоторых случаях, когда слово «бир» стоит между прилагательным и существительным, оно используется для того, чтобы придать особое усиленное значение к качеству этого существительного. То есть мы усиляем значение прилагательного к этому существительному. Например, То есть не красивый один автомобиль, а именно красивый автомобиль. Бьют пир пина, большое здание. Якошиклы бир генчи, симпатичный парень. Узун бир йол, длинная дорога. Пагалы бир сад, дорогие часы. Кемель бир фильм. Отличный фильм. Аклы бир чучук. Умный ребёнок. Не умный один ребёнок, а именно просто умный ребёнок. Ну и в некоторых случаях слово «бир» можно перевести как «лиш» или «только». В основном, когда мы используем с места имения. Например, И ещё одно примечание. В разговорном турецком языке, когда мы используем числительное «бир» именно в качестве неопределённого артикля, турки произносят это слово как «би» без буквы «ре». Например, Аклында бисен варсын. Или Бибенкалтым бураларда. Это вам на заметку. Спасибо за внимание. До скорых встреч.